здравствуйте на канале это он тв программа тема дня сегодня веду я михаил горин а с нами на связи по skype из киева политконсультант и николай спиридонов здравствуйте николай здравствуйте произошло в украине за это время последние дни много событий под по некоторым из них я хотел узнать вашу точку зрения наш ну с того что меня заинтересовало это то что глава государства владимир зеленский предлагает законопроект о средствах массовой информации ну толком там непонятно что будет за этом законопроекте но я меня заинтересовало два момента которые были появились первое то что вот зеленский сказал что там должны быть я практически цитирую в этом законе положение относительно требований и стандартов новостей это первое и второе что должен быть механизм предотвращение распространения недостоверной и искаженной информации и это сразу честно говоря настораживает потому что непонятно а где критерии недостоверной информации что это такое кто будет определять какая информация достоверная а какая нет и что такое стандарты новостей и по тем первым комментариям которые увидел в украинской прессе я понял что мои коллеги тоже там вот у вас достаточно настороженно относятся к этой идее вы знаете в эпоху постправды и постмодернизма действительно иногда сложно определить какие новости достоверные об этом можно долго спорить потому что собственно достоверной новостью может например в эпохе постмодернойти постмодерна считаться новость которая но по классическим скажем пониманием должна быть считаться недостоверной но если допустим люди в нее поверили, то, соответственно, ее можно считать достоверной. Если упростить то, что сказал Зеленский, представители его команды, то он пытается взять средства массовой информации под контроль. Это уже не новая идея для Украины. То же самое делали второй президент Украины Леонид Кучма, и четвертый президент Украины Виктор Янукович, и пятый президент Украины Петр Порошенко. И, как правило, ни у кого из них это толком не получалось. Особенно вот годы летят, очень развит интернет, ютуб-каналы, и как вот все это информационное, скажем, большое количество информационных источников, как их все взять под контроль, это практически невозможно. То есть эта попытка заранее обречена на провал, но Зеленский и его команды очень полезны. относятся к любой критике в средствах массовой информации. Они болезненно относятся к своему понижению рейтинга. Сейчас вот были замеры закрыты, я общался с социологами, что вот по Киеву слуга народа где-то на 5-7 процентов партия обвалилась буквально за две недели. То есть происходит достаточно резкий обвал. И, соответственно, внутри партии думают, как этот обвал остановить, как закрыть рты. Ну и, собственно, еще второй момент, что мы видим опять противоречия в команде Зеленского, потому что, собственно, министр молодежи и культуры, господин Бородянский, уже слова Зеленского практически опроверг, сказал, что нет, Владимира Александровича неправильно поняли. Никто никакие стандарты новостей вводить не будет, что все совершенно по-другому. То есть вот в самой зеленой команде есть определенный раскол, и вот как бы непонимание между разными ветвями мы наблюдаем. Ну, кстати, вот поддержку Зеленского можно сказать, что у него такая должность, чтобы терять рейтинг, потому что любой украинский президент, приходя к власти, достаточно резко рейтинг терял. То есть, условно, если даже считать Зеленского там ангелом с крыльями, ну, допустим, то все равно рейтинг будет теряться. Это просто традиция украинских избирателей. Это не значит, что там Зеленский плохой президент, допустим. Ну, тем более, насколько я понимаю, не так сильно он и потерял, несмотря на то, что ему приходилось за это время принимать достаточно тяжелые решения. Нет, вот сейчас последние две недели тенденция такая, что рейтинг достаточно резко начал теряться. Вот сейчас команда Зеленского думает, как выйти из этого кризиса. Уже раньше были такие ситуации, что там в мае у него рейтинг начал теряться, потом он предпринял ряд поездок по регионам и рейтинг стабилизировался. Но сейчас вот в довольно крутой пике партия вошла и лично Зеленского. Понятно. Ну, в общем, законопроект, а СМИ еще, в общем-то, не так все с ним плохо обстоит, как кажется. Ну, пока собственно нету текста, есть только поручение разработать законодательную инициативу. Я думаю, что после возмущения журналистского сообщества собственно эта идея будет отложена на потом, потому что когда Янукович высказывал такие похожие инициативы, общественность возмутилась, Янукович отступил. Отступал в такой ситуации Порошенко. Поэтому нет оснований считать, что вот Зеленский это такой уже всесильный диктатор, который сможет сделать тот, что... этот образ с ним как-то не вяжется пока что, во всяком случае. Ну, да, что он сможет сделать то, что не смогли сделать его предшественники. Ну, конечно, он опирается на монобольшинство в Верховной Раде, но по монобольшинству это уже тема отдельной лекции, что сейчас происходит. Да, в общем... Николай, я бы хотел, чтобы вы прокомментировали еще несколько новостей, которые вот в последнее время были в Украине. Начну с неожиданного или ожидаемого, не знаю, предложения, которое сделал Назарбаев по поводу того, чтобы он готов принять у себя и организовать встречу Путина и Зеленского. Как к этому отнеслись в Украине? Высказывался ли по этому поводу сам Зеленский? Я пока не слышал громких каких-то заявлений самого Зеленского. Это похоже на попытку Назарбаева перехватить часть лавров у Лукашенко, потому что Белоруссия, находясь между сторонами конфликта, между Украиной и Россией, достаточно неплохо на этом статусе выигрывает. Например, авиарейсы прямые запрещены из Киева в Москву, и очень многие летают сначала в Минске, когда летит вот самолет допустим Минск-Москва, то там чуть ли не 70% иногда украинцев, которые летели бы напрямую, но так летят через Минск. И вообще Лукашенко такой себе статус получил миротворца, получил довольно много гешефта, довольно много плюшек, и вот в Казахстане думают, как им часть плюшек этих тоже перетянуть на себя. Что касается встречи Путина с Зеленским, понимаете, пока встреча под вопросом, пока нет каких-либо четких договоренностей под ковром, потому что если Лукашенко с Путиным встретятся и не покажут никаких результатов хотя бы масштабного обмена пленными или там прекращение боевых действий или вот что-то такое зримое, весомое, то сама по себе встреча ударит по рейтингу как Зеленского так и Путина. В Украине вот будет говорить Зеленский предатель, там встретился с агрессором, в России тоже много пассионариев, тоже скажут, а зачем Путин встречался с Зеленским, поэтому чтобы была такая встреча нужно заранее четко договориться о ее результатах. Понятно. Следующий вопрос разведения сил на Донбассе. Реально оно происходит, не происходит, потому что поступает противоречивая информация, что в золотом это разведение состоялось окончательно, а вот дальше вроде бы да, вроде бы нет, вроде бы была стрельба, зафиксированная силами, контролерами ОБСЕ. Так что происходит в реальности? В реальности происходит все-таки разведение сил, но оно происходит с большими проблемами, потому что есть вот большое количество людей, которые привыкли жить за счет войны, и как бы далеко не всем выгодно окончание войны, и более того, для многих людей окончание войны с большой вероятностью может означать и потерю свободы, может быть даже жизнь, жизни мы знаем многие погибают в таких похожих ситуациях, поэтому есть много сил, которые этому препятствуют, но все-таки определенные успехи есть, и для Зеленского это принципиально, Зеленский хочет войти в историю как миротворец, и кстати, если ему удастся на хоть каких-то приемлемых условиях прекратить боевые действия, то его там многочисленные ошибки в экономике, в социальной политике, все эти грабли, на которые он наступает, история может в результате забыть, и в результате прекращение боевых действий может все остальные его минусы нивелировать, поэтому он занимается, пытается, понятно, что в танго нужны двое, нужна воля и сепаратистов, и Россия, заметный игрок на этом поле, ну в общем это возможно ключевая цель Зеленского за время его президентства все-таки остановить военные действия. Если военные действия все-таки будут остановлены, что будет зафиксировано ОБСЕ, там пройдут вот эти вот самые контрольные семь дней, которые нужны, тишины, которые нужны и так далее, это станет, это будет последним препятствием на пути встречи на высшем уровне вот в формате четверки нормандской. Это очень сильно увеличит вероятность встречи нормандской четверки, но опять-таки вот там предполагается в том числе встреча Зеленского с Путиным и нужны подковерные договоренности, чтобы встреча дала результат, потому что если результата не будет, то тогда это будет минус Зеленскому и Путину. Ну вот одна из главных целей Зеленского все-таки провести эту встречу нормандской четверки и безусловно разведение войск будет очень серьезным шагом к проведению этой встречи. И последний вопрос. Эта встреча, как вы сказали, ей нужна какая-то подковерная предшествующая договоренность о том, а что же будет подписано, условно говоря, на этой встрече. Действительно что-то должно быть зафиксировано. Какая-то ситуация на Донбассе, обмен пленными, еще что-то глобальное или не глобальное. А вот в самом обществе есть некий консенсус по поводу того, от чего мы хотим? Нет, в обществе нет консенсуса и более того пассионарная часть общества, которая хочет воевать до победного конца, она не так многочисленна, по некоторым оценкам 15-20 процентов населения. Но она очень громкая, эта пассионарная часть общества в СМИ и социальных сетях. Иногда создается впечатление, что их больше половины по шумовому эффекту, который они производят. Но в принципе многие украинцы уже от войны устали, уже хотели бы ее закончить на любых разумных условиях, но сказать, что это консенсус в обществе, на сегодняшний день не приходится, есть вот разные мнения. Николай, спасибо большое, что нашли для нас время и за ваш комментарий. Всего вам доброго. Спасибо большое вам. Напомню, что с нами на связи из Киева был Николай Спиридонов. До свидания. До свидания. До свидания.